Всем приветик! С вами Лана. Измени свою жизнь и добро пожаловать на мой канал. Прежде всего, я хочу вас поблагодарить за поддержку, за прекрасные пожелания. Мне очень приятно. Сегодня я хочу вам дать несколько советов, что нужно делать и о чём нужно задумываться, когда вы приезжаете в новую страну. Итак, прежде всего, нужно задуматься о недостатках этой страны. Задуматься о том, с чем вы можете мириться, а с чем вам ни в коем случае не смириться. Потому как некоторые недостатки могут быть настолько серьёзными, что вы просто или упадёте в депрессию, или будете всю оставшуюся жизнь жалеть, что вы переехали. Как узнать про эти недостатки? Смотрите побольше видео на YouTube, очень много видео полезных. Читайте газеты, будьте осведомлены об этой стране. И готовьтесь к эмиграции, не так, как вы решили вдруг резко и переехали. Готовьтесь серьёзно к этому. Второе, на что стоит обратить внимание, это климат страны. Вы должны подумать, подходит ли вам климат. К примеру, если взять для примера из моей жизни, когда я была на Украине, то у меня была болезнь и хронические бронхиты. Каждый год я лежала в больнице, где-то в течение трёх недель или месяца, под капельницами. Вердит мне такой был, что если я пропущу моменты и не лягу вовремя в больницу, то мой бронхит перейдёт в астму. И когда я переехала в Скандинавию, то я заметила уже в первый год, что я перестала как-то так сильно кашлять. Один момент я начала зимой немножко подкашливать и пошла к врачу, на что врач мне сказал, что хронического бронхита в Норвегии нет. То есть бронхит – это излечимая болезнь, и она не переходит в хроническую форму, как меня пугали на Украине. Я перестала лежать каждый год в больнице. Но я думаю, это не потому, что именно такая болезнь не признана в Норвегии, а именно потому, что климат страны мне подошёл. Видимо, меньше влажности, поскольку в Норвегии горы, более сухой климат. То и бронхит мне не грозил. А вот во Франции я пока ещё не знаю, не могу вам сказать. Подождём зимы и вам расскажу. Вы должны думать о состоянии вашего здоровья и подходит ли вам климат новой страны. Следующее, на что вам стоит обратить внимание, подумать, чем вы будете заниматься в новой стране. Именно до того, как вы изучите, к примеру, новый, неизвестный для вас язык. Для меня сейчас очень всё просто. Я делаю видео, наслаждаюсь этим, также люблю фотографировать и всегда могу найти себе работу, даже при самом простом разговорном уровне языка. Последний совет от меня – поскорее учить язык, заводите себе друзей и, желательно, из местного населения. Вы должны задуматься также о своём внутреннем настроении, потому как существует такой закон, как закон всемирного притяжения. И это не тот закон физики, что вы сейчас думаете, а это закон притяжения энергии. К примеру, если вы настроены изначально позитивно, то вы и притягиваете к себе только позитивное и положительное, и наслаждаетесь этим. Но если вы изначально настроены негативно, то каждый день вы будете искать недостатки, концентрироваться на них, и вы не заметите ничего позитивного, это просто пройдёт мимо вас.